И что? И смотрим дальше. И дальше смотрим. Кто-то, это вы сами уже почувствовали, а с вами Вивьена. Жизнь пытались переписать. Вивьена видит не просто какими-то картинками то, что называют карты. Карты – это для вас. Кофе, всякие атрибуты, которые нужны для вас. Мне идёт информация, и я это чувствую. Кто смотрит это видео, тот зашёл не просто так, потому что действительно вашу жизнь пытались переписать. И кто это? И мы посмотрим. И навозки. И мы посмотрим на знаках, которые вы любите. Вы очень любите картинки, красивые картинки. Мне даже вот одна девушка, у которой нету названий, нету аватара, я их всех называю, и вы читаете. Там же написано. Усёр. Усер. Не просто так же вам написали это. Поэтому и просят. Поставьте свой аватар. Поставьте в псевдоним, чтобы быть с именем. Всё на земле есть имя. У кого нет имени, того сущность забирают. В твою жизнь пытается кто-то переписать. Кто пытается переписать твою жизнь? Твою жизнь пытается переписать человек пытается, пытались, да. Один человек есть, да, это женщина, которая у вас, ну, из вашего рода или по вашей крови. Она прям вот считает, что очень часто такие бывают мамы, тёти, свекровки. А к свекровкам надо относиться очень-очень хорошо, понимаете? Надо их любить внутренне. И вот про себя говорить. Я так тебя люблю писать. Я благодарна тебе, свекровка, что ты у меня есть там. Как её зовут? Маша, Даша. Да ли, да. Как угодно. Дэдамтили. Дэдамтили, которые на небесах мои, гугули. Я тебя очень любила и очень люблю. Твою жизнь пытались переписать. Это женщина, которая всегда стоит на пьедестале. Даже на фотографиях. Она, знаете, она может становиться сзади, обхватывать сзади людей, как будто над всеми она царь и король. Да, вот она прям вышла. Видите, женщина. Её прям видно. Она пыталась переписать и пытается сейчас мешать вашей жизни. Зачем она это делает? А потому что она считает, что только она права. Она права во всём и всегда. Она даже может забирать у вас материальные ресурсы, деньги. Она может перекрывать ваши пути дороги. Посмотрите, пожалуйста, видео. Оно выйдет после этого видео. Посмотрите видео, которое будет называться «Открытие денежного канала». И там мы откроем денежный канал. Заклинание. И счистим всё. Вот она, эта женщина, никуда не уходит. Видите, как на попе прямо у неё прицепилась сущность. Очень злобная. Знаете, может показывать, что она такая хорошая. Она всем подарки приносит. Она всем пирожки, печёт конфетки. Но на самом деле она очень злобный человек. И этот человек, это вот как-то не на работе. Это именно рядом с вами. Это, говорю, могут быть мамы, родственники, сёстры. То есть это близкие люди. Этот человек забрал у вас из сердца, сделал... Знаете, он как бы ваше сердце перекрыл. Вот идёт такое, что вот кто? Вот и кто. И вот она, крыса. И в руках. Она вот дарит вроде конфетки, улыбки. А на самом деле вот вышла. Вот крыса, крыса. Прямо самая натуральная крыса. Видно вам, не видно, но мне вот с этой стороны очень хорошо видно. А мы её отрезаем. Пусть она дальше несёт. Мы ещё больше ей мешки с кирпичами вот сюда на спину положим, чтобы ей было не до кого, а только до себя, чтобы она сама тащила эти кирпичи. Кирпичи тащила, камни. Мы закрываем. Закрываем её, закапываем, закрываем. Судьбу свою обратно возвращаем. Жизнь свою возвращаем. Всё своё, это моё. А твоё забери уё. Забери уё. Счищаем, зачищаем, вычищаем. Свою судьбу возвращаем. Смотрите это видео. Отливки всегда нужно смотреть несколько раз, потому что это считки. А лично, пожалуйста, все мои контакты в шапке профиля по ссылке. Если вы открываете, заходите и открывается такое красное, что красным написано, информация осторожно, а внизу чёрным написано «Открыть». Открываете, всё откроется, набираете чат, который надо. Если сразу не откроется то окно, вверху три точки открыть в браузере. И пишите, пожалуйста, заказы пишите. Можно сразу в Директ ТикТок. И не забывайте, подарки за видео. Подарки за видео. Да будет так. Истина заклята, исполнена. Вот мы как всё это закрыли. Всё закрыли, перекрыли. Человек теперь не может дышать. Но она выбирает новый объект. Кто-то помоложе вас выбирает себе новый объект. Осторожно за своих детей и за своих внуков. Я тут немножко обожглась, увидели. Рамка у меня заживает. Ну давайте. Кто в твою жизнь пытался, в вашу жизнь пытался переписать? Я вам рассказала, что это женщина. Здесь идёт почему. Да, это очень часто может быть, что это свекровка. И почему? А потому что она считает, что она распоряжается любовным и жизненным и денежным реликсиром. И это может быть, да, у кого-то это мама ваших любимых и дорогих. Да, она перекрывает и денежный канал. Перекрывает так, чтобы у вас всё время было, чтобы вы как на качелях. Делает она почему это? Ну, чтобы вы подчинялись ей. Видите, как идут ваши колёс. Это всё деньги. Она перекрывает всё. И перекрывает она ради того, что она считает себя, что она не баба-мужик. Что она всем. Но она вот защищает какого-то мужчину. Вот она и вышла. Она себя считает, что она делает только всё хорошее. На самом деле от неё нужно обороняться. Её нужно не подпускать. И так говорят. Пфи на тебя. Пфи. 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 И ещё раз говорю. Слова материной, и на них нельзя говорить. Но слова матом убирают любые сущности. Когда вы чувствуете, что на вас какой-то идёт гнёт. Или сущность наслали. Или перед сном вот уже с такой засыпать. Прямо так, как говорится. Пошла! И на три буквы. Ой! Прямо так хорошо. Так, что это женщина. Ну вот, да, она очень многие будут из-за своего сыночка, который непонятно кто. И она всегда любит, чтобы люди подчинялись ей. Подчинялись ей. Отдавали материальные блага. Отдавали жизнь. Отдавали радость. Это как сказка о рыбаке и рыбке. Хотя сказка о рыбаке и рыбке о великой любви, если это всё рассмотреть. Ну вот она от великой любви делает злобные дела. А у вас идёт десятка чаш. Вы закрылись перед ней и открываете дорогу. И пишите в комментариях. Себе дорогу открываю. Свою жизнь за собой оставляю. Воистину благо. Чужое не возьму. Своё не отдам. Субтитры продаж.